История христианской церкви Некоторых монахов первых поколений, которые получали откровения от покойников, от бесов, и, в общем-то, с этими откровениями они жили и потом их распространили в церкви. Уже начиная с 5-го столетия, после 3-го собора эти лжеучения стали распространяться. Каким образом распространялись? Уже в самой церкви вначале появились молитвы, первые, ранние, допустим, литургии не имели молитвы за упокой, тексты, богослужебные. Но потом появились такие молитвы, что, допустим, Господь, если можно, облегчи участь наших умерших братьев. А потом уже конкретно появились молитвы, помилуй, спаси и прочее. Потому что уже вера была церковная в то, что это действует. На чем мы были, как развивалось это лжеучение? Примеры вообще один другого хлеща. С Макарием, с Черепом мы запомнили, да? Другой случай произошел в бане. В бане с батюшкой с одним. Имя его я не помню уже. Значит, он не святой в официальной церкви. Я раньше особо не задумывался запоминать. Но, значит, хотя интересно было бы. Есть даже книга об этом, даже не одна уже. На эту тему, изданная в Русской Православной Церкви. Одну из них написал, значит, Кирилл, архимандрит Кирилл Павлов, да. Тогда он был духовным отцом, духовником, значит, патриарха, уже покойного, патриарха Алексея Второго. И он издал тогда книгу. Она имела длинное название такое. Почему, как бы, надо молиться за умерших, и что-то еще. Так вот, и в этой книге там есть примеры. Конечно, о Макарии там, это просто, как бы, отдельная статья. Это просто дифираммы ему поются, что такой великий святой. Он там бесов допрашивал, он там, значит, с духами умерших общался. На короткой ноге был вообще с покойниками. И, понимаете ли, значит, и получил столько информации об этом, значит, об Аде, значит, о молитве за упокой. Но, следующий пример, он вообще с ног шибающий. Это было уже, даже не пятое, это уже шестое уже столетие было уже, кстати. Уже шестое столетие было. Что произошло? Один священник каждую неделю посещал бани городские в Константинополе. Так понял, это было столица. Так вот, и он обращал внимание, что там один человек, один мужчина, он всегда, как бы, был каждый день банщиком там, на общественных началах. Уносил, приносил все, шайки, лейки, там, не знаю, веники, что он там подавал, не знаю, в Константинополе. Так вот, и этот священник, он так понял, что этому человеку даже, как бы, он настолько в суете в этой, что даже, как бы, некогда в храм прийти. И он решил принести ему хлеб из церкви. Ну, как причастие. Просворку. Просверку. А распросверка, значит, уже шестое столетие, потому что тогда появились они как раз в церкви. Так вот, до того были опресники, была маца, были опресники, и, как бы, значит, ну, по традиции, древней библейской традиции. Так вот, и, а этот гражданин отказывается вдруг у этого батюшки брать хлеб. Что такое? Не ересь ли какая, может быть? Так вот, и он спрашивает этого гражданина, а почему вы не берете хлеб? Он отвечает, что ягод уже, ну, это хлеб для живых только лишь, а не для таких, как я, говорит. А что с тобой? Ягод давно уже покойник. Как покойник? Ты же вот здесь. Ну, да, говорит, меня, как не приняли, не туда, говорит, не туда. А послали, так послали, прямо сюда, в баню. Может, пошел в баню, оттуда бы сказал, я не знаю, мало ли, не интересовался еще этим вопросом. Так вот, и что интересно, что, значит, якобы в бане он должен был зарабатывать какие-то там бонусы, что ли, чтобы его куда-то приняли. Потому что такая жизнь непрекаянного зомби хуже всего будет. Он, как бы, и не богу с плечкой, ни черного почерга, он, как бы, ни рыбы, ни мяса. Он в таком среднем состоянии, тем более покойник и, как бы, значит, и вообще и в бане. Ну, ладно. Батюшка так растрогался, и он решил спасти этого банчика. И говорит, а можно я за вас, как бы, гражданин, буду молиться? Да пробовали, говорит, бесполезно. Ну, как говорится, поздно пить боржом, как говорится. Вот, значит, я же не просто покойник, я же, вот, вообще вот такой непрекаянный зомби. Да, ситуация не из простых. Значит, и батюшка предложил, вернее, не батюшка, а этот зомби предложил. Батюшка, а вы не могли бы совершать за меня хлебопреломление? Я же покойник, я же не могу это кушать. А вы живой, вы можете кушать. Так вот, говорит, давайте договоримся. Да, батюшка говорит, а подействует ли? Как-то странно, это же было впервой так. Он говорит, ну, посмотрим, в принципе, что, ну, за спрос не бьют, ну, значит, ну, я попросил вас, значит, а дальше посмотрим, как вы отреагируете на все это. И давайте договоримся. Они договорились так, что, значит, что в течение недели следующий батюшка будет этот священник греческий православный. Будет каждый день причащаться за себя и за того парня в бане. Этот зомби. Зомби шутнул ему свое имя, вы, говорит, мое имя там погромче выкрикиваете и за меня, значит, еще, значит, причащаетесь. Ну, ладно, хорошо, договорились, по рукам, как говорится. А если через неделю вы придете и меня не будет в бане, значит, подействовало, меня куда-то приняли хотя бы. Ну, ладно, договорились. И всю неделю написано, этот батюшка, он причащался за себя и за того зомби в бане. Через неделю приходят в баню того бедолаги, если след простыл. И он сделал вывод, подействовало, вот что, конечно, животворящее дело, знаете ли, как бы, у него такое, как Эврика, надо же, так если на зомби подействовало, значит, можно и на ком-то еще и спробовать, в принципе. Сказано, сделано. Он стал, значит, там, направо-налево, значит, там, выкрикивать именно покойников и за них совершать хлебопреломление. Да причащался до того, что, значит, как бы, уже было уже одному даже, но не в силах за всех причаститься покойников в Казахстанополе. Другие батюшки подхватили эстафету, стахановцы, такой метод, знаете ли, и стали причащаться очень часто и очень много. Если раньше глотка хватало, то теперь, значит, чашу выпили, значит, на причастиях. Я, как бы, в свое время тоже этим грешил, как бы. Дело в том, что в традиционном православии до сих пор эта добыча сохраняется. У католиков, слава Богу, он не прижился. Пытались, как бы, привить им эту традицию, но они, как бы, так ее, как бы, игнорировали и раньше, и после раскола, и тем более, стали игнорировать. Гнушаться ей даже стали. Так вот, но в православии она прижилась и вот до сих пор сохранилась, до сегодняшнего дня. Так вот, сегодня она называется «Обедня за упокой», или же «Сорока луз за упокой». Это такая ересь, это такая вообще гадость, что вот если бы, ну, как бы, просто мало времени, но если бы все рассказывать, то скажу, что, ну, там, там нужно молиться очень серьезно за освобождение уже. Потому что это откровенно бесовское учение. Человек, наш обыватель, допустим, приходя в храм, он если спросит, что я могу сделать для покойника, допустим, для такого-то, такого-то родственника покойного, ему обычно сразу же говорят «Это обедня за упокой». Или «Сорока луз», еще лучше, это «Сорок обеден за упокой». Сорок раз за него выпьют вино и съедят хлеб. Сорок раз просфорочки будут высу... из них будет высунула частичка, и эти просфорочки надо будет кушать. И это считается очень таким радикальным поминовением. И наши люди, как бы, в принципе, оплачивают это все и выкупают эти просфорочки, или их раздают там в храме, нарезают. То есть, как бы, ну, люди воспринимают это как хлеб в церкви и кушают. Монахи, правда, изощряются и сейчас, и говорят так, что, мол, особое сильное поминовение покойников именно через детей. Поэтому они приучают вовлекать малолетних, несовершеннолетних в акульную религиозную практику. И говорят бабушкам обычно, вы внучатам нарезаете эти просфорочки и давайте им кушать. Значит, вот со святой водичкой, значит, пусть, как бы, детки покушают, внучата, дети ваши взрослые, они уже, как бы, рационально мыслят и, как бы, и не примут, может быть, этого учения. А дети, они не рассуждают, они принимают за чистую монету. И покойникам это только и надо, как бы, вот, значит, чтобы духи эти могли причаститься. Им нужно тело, как бы, предоставить тело для причастия. Батюшка предоставляет свое тело, значит, приходится за покойников много отдуваться, как бы, и тело растет, как бы, значит, но, значит, но, обыватели предоставляют свои тела для, как раз, именно, причастия. И что такое? Как происходит этот обряд? Просфорочку все видели, да? Я думаю, многие кушали из вас. Вот, ну, кто кушал, пришло время отвлекаться от этого всего, конечно. И, слава Богу, если кто-то себя, там, вдруг поймал, что я ведь ел эти просфорочки, как бы, и даже не думал, что там что-то плохое, просто скажите, там, может, в полголоса или как-то, скажите, что во имя Иисуса Христа, и нашим зрителям тоже это рекомендую сделать, это во имя Иисуса Христа. Я отрекаюсь от практики съедания этих просфорочек, что было в моей жизни, отрекаюсь от съедания просфорок во имя Иисуса Христа, от всех поминовений за упокой, которые были в моей жизни во имя Иисуса. Вольно или невольно, потому что вас могли вовлечь даже помимо вашей воли, ребенком еще. Чаще всего это так происходит, поначалу. А потом уже взрослый человек сам идет уже, и некоторые люди даже потом признавались, после, я тоже провожу некоторые такие, как ретриты их можно назвать, только у нас немного по-другому это все проводится и называется, но, как говорится, это все одна даже практика. Я провожу служение определенное, объясняю, разъясняю, потом мы молимся, молимся за освобождение, и люди освобождаются от этих бесов, знаете ли, порой очень радикально, порой не так радикально, но освобождаются. Самая главная, конечная цель какая? Человек свободен должен быть, без этих рогаток, потому что они нам не нужны. Потому что наше общение с Духом Святым, наше общение с Господним Духом, и мы не можем трапезу, Господнюю трапезу бесовскую совмещать. Мы пытаемся это делать часто, к сожалению, христиане, но вообще-то надо разъединить трапезы, и наша трапеза это Господня трапеза, а ныне, если мы христиане, то наша трапеза это Господня трапеза. И, то есть, стол, за столик, кушанье, это Господне кушанье, а это не бесовское кушанье. То, о чем я выше говорил, сорокаусты, заупокойные, вот эти вот обедние сорокаусты, это бесовская трапеза, это не Господня трапеза, на самом-то деле. Так вот, и до шестого столетия, я подчеркиваю, что первых пять столетий это волослучение не было в церкви. Первых пять столетий, пятьсот лет христиане жили и не тужили, и не знали такой практики. Но в шестом столетии, я еще потом расскажу на другом уже уроке, почему именно в шестом столетии все такое неоязычество проявилось очень жестко, особенно на Востоке. Так вот, и практика, как она совершается сейчас? Люди заказывают обычно за ящиком, ну на входе где-то, да, заказывают вот эти вот поминальные вещи, обедние сорокаусты, оплачивают. Потом священник, ему приносят уже заранее приготовленные просфирки, просфоры. Они такие, знаешь, как грибочки, кто ел, да? Двусоставные, верхняя и нижняя часть, верхняя поменьше, нижняя побольше в практике. И, значит, их приносят в алтарь, они считаются просто хлебом до момента посвящения. Значит, подаются записки за упокойные, которые записали на входе, подаются, значит, священнику на жертвенник. Тут есть престол, есть жертвенник. Начали на жертвенники, потом уже за престолом тоже свершается кое-что. Так вот, и на жертвенники, значит, вот эти просфорочки, и священник, допустим, вынимает за имена вот этих умерших, за каждое имя нужно вынить частичку. Если священник устав соблюдает религиозный, церковный, он вырезает треугольничком копием, ну таким маленьким ножиком в виде копья, остреньким, вырезает, значит, треугольничек и ложит за имя такого-то его на диско, с такой поднос на ножки. Будем так говорить. И вот, и в практике записок очень много. Чисто физически священник не успеет это все прочесть, особенно с ним один служит. Поэтому ему помогают, возле него какие-то там люди благословленные, особенно доверенные, они читают имена, священник слушает эти имена и за имена высовывает. И в практике обычно просто делают такой радикальный щепок, выдергивая из каждой просфорочки по одной вот этой щепоточке, что ли, вырывая за имя каждого покойника какой-то кусочек хлебушка, будем так говорить. И все это складывается на дискос. Иногда, напоминальные дни, допустим, Ранильские дни, Радунница, очень много записок, тысячи и тысячи. Бывает, что вот в Рязани служил я когда, в самой Рязани, в Борисогребском соборе, в 91-м и 92-м годах. Так вот, там было следующее, до 6 тысяч просфорочек вытаскивали мы с именами, до 6 тысяч, представляете, мешки, вот эти вот бумажные мешки, наполненные вот этими просфорками различными. Не только маленькими, даже и большие брали, но это специально для кого-то, допустим, да, благословить кого-то, допустим. И вот и служебные просфоры, большие, пеклись тогда для служения. Пять особых просфор, отдельных просфор, это уже как бы для самого, самой литургии. Так вот, и, ну, хлебопродомление, проще говоря. Так вот, и дальше было следующее. Происходит следующее, и сейчас происходит. Так вот, эти все, вот эти вот поминальные, эти вот вырезанные частички за упокой, они лежат на жертвеннике. И потом их вместе с хлебом, с которым, с которым причащаются, да, с которым делают, как бы, кашу. В православии, к сожалению, такая практика, вот непонятная. Эта практика не дают хлеб на руки, а, как бы, еще в византийские времена считалось, это все было сделано во благо людям, чтобы они там хлеб не воровали домой, чтобы они что давали, чтобы предупредить оккультную практику в селах особенно. Было решено давать это сразу в рот, именно с ложечки. С ложечки, сделав такую кашу, хлеб и вино, все сразу вместе. И дьякон должен был посмотреть, чтобы человек проглотил точно. А чтобы удостовериться, была придумана запивка такая, чтобы запил и точно уж проглотил 100%. Ну, это как бы такая хидрость. Хотя бабушки в селах, они приношались так, и воруют и сейчас тело Христова, как они говорят. Это считается очень круто, если бабушки воруют это тело Христова, за счетчики проносят, потом, значит, возле храма там сплюют, значит, это все в носовичок. Одна бабушка хвасталась, что у нее целая горочка уже этих причастий. Ее бабушка так воровала, ее мама так воровала, она... А почему? Вот надо, надо. Это очень круто, если у меня будет тело Христово в доме, потому что там ей надо ворожить, яйцами выкатывать, там воском выливать. А для ворожбы это самое крутое средство вообще, там веса в шоке просто вообще. Значит, они так элитно просто вообще как бы сами идут. Значит, и... Так вот, и бабушки этим этим занимаются. Ну, ладно, я вам все рассказал почти. Як на духу. Все поднагодное, но не все еще. Держитесь. Пристегните ремни. Дорогие друзья, дальше следующее. Значит, во время служения священник все это торжественно переносит на престол, ложится на престол. Потом, ну, в конце служения свершается хлеб, например, причастие. Священник выносит чашу, и там, допустим, там... Со страхом Божьим и верой приступите, благословен, грядный, байка Господне, Бог Господь, явись о нам. Вон, верой Господь, исповедуй, там... Они, в словом, потом берет... Мы сейчас поиграем. Кто попадет? Да. И, значит, священник дает ложечки всем для причастия. Хор поет, там, тело Христова примите, источниками смерти вкусите, аллилуйя, аллилуйя, все хорошо. Все здесь хорошо, как бы, да? Эта часть. Она для живых, потому что... А дальше для мертвых. Вот здесь собака зарыта, как говорится. Вот здесь вот эта оккультная собака зарыта. Священник поворачивается, и идет в алтарь, и идет к престолу. Хор в это время поет, песнопение поет. Люди особо не интересуются, что происходит в этот момент. Но религиозная грамота, конечно, знают, что в этот момент очень такое важное событие, кульминационное, происходит. В жизни покойников, по крайней мере. Ну, покойников. Значит, и... Якобы, в этот момент, эти души умерших, они причащаются. Живые причастились теперь, дайте дорогу покойникам. Значит, и как же они там причащаться-то? Значит, священник, мистический как бы, священник берет эти все крошечки и сыпает в чашу с кровью Христа. Значит, и говорит молитву, смысл которой в том, чтобы, как бы, он просит Бога, чтобы грехи всех поминавшихся здесь этих людей были омыты кровью Христа. Значит, там, и молитвами всех святых, там, дальше говорится. И, а вы скажете, если шесть тысяч частичек, это какие же нужно чашами? Да, двух-трехлитровые чаши, не одна, стояли на престоле, в соборе, когда высыпали все эти вот частички. Скажу это, потом надо все съедать священникам. Работа наша очень тяжелая. Нам нужно молоко даже давать за вредность. Знаете, когда, значит, там, там, ну, три, там, больше литра, значит, там, теплого вина с хлебом съедаешь, значит, потом запиваешь еще холодным кобором и... Когда выходишь из собора, видишь, не одно такси уже. И не одного таксиста. Ибо, не угадайте. Если бы не, там, не прихожане добросердечные, можно и растеряться, как бы. Так что наша работа очень сложная, батюшка. Да, это вам не мешки таскать. Ну, ладно. И вот, что произошло? Что происходит? Батюшка, когда все это съедает, или, говоря религиозно, грамотно, потребляет. Только звон слышен там. И чавканье. Ну, это мало слышно, потому что хор поет. Заглушает, как бы. Вот. Но священнику очень трудно все это съесть, поэтому обычно на помощь приходит ягод. А если его нет, то приходится отдуваться за всех сразу. Ягод не бывает. Да. И вот, значит, потом, напричащавшись, что происходит дальше? Дело в том, что вот эти просфорочки, вот здесь их история очень интересная. Дальнейшая. Потому что батюшка съел это одно. Но для покойников нужно еще, как, знаете, обминь такое жесткое. Чтобы те, кто заказали, чтобы они или же другие граждане, также верующие, чтобы съели эти просфорочки в удостоверение, что таки совершилось. Что мало ли что может, ну, как бы подстраховать должны прихожане и съесть, поучаствовать в этом. То есть предоставить покойникам, я как бы так проще объясню, свое тело для такого мистического переживания. Чтобы они в твоем теле причастились, эти духи. Интересно. Оккультный опыт, который красивыми словами, он, конечно, обрисовывается. И обычно некоторые там монахи особенно, они так красиво это все описывают, что прям диву даешься. Они рассказывают порой прихожанкам, бабушкам, у тех слезы прошибают, как там эти зубы в аду, где-то там дети мучаются, взрослые мучаются, они плачут. И вдруг вы просфорочку скушали, им так радостно, у них там как бы, значит, надежда затеплилась, как бы, значит, там, вот, искорка какая-то появилась, значит, на теле. И те довольно жуют себе все это, значит, там, и внучатам несут, не понимая, что их просто-напросто, ну, обманули, религиозную лапшу на уши повесили, они как бы и не поняли этого. Я сам был, вольно или невольно, во всем этом процессе, не последним лицом. Я был священником, настоятелем, ну, пока был в соборе, я был не настоятелем, конечно, я служил в Рязани, вторым, третьим священником. Но, когда уже стал настоятелем храма, храма одного, другого, третьего, в Рязанской области, потом в Брянской области, то, знаете, я совершал все служения. Я совершал их, ну, как я понимал, правильно, то есть, по уставу, не упуская ничего, и довольно-таки протяженные были служения зубокойные у меня всегда. Я любил молиться зубокой, у меня было очень много в моем списке, во-первых, родственников, которые явно умерли, я так понимал, без покаяния. У меня было много за кого помолиться. Мой личный список был очень большой, моих родственников, знакомых, друзей умерших. И потом, где кого я узнавал, всех их записывал, то есть, моя книжечка, поминальная, была такая, довольно-таки, такая пухлая. И, больше того, я молился зубокой часто, и не раз, и не два, вот именно, перечитывая записки, бабушки были в шоке, они очень любили меня на приходе. Где бы я ни был, бабушки меня любили, потому что батюшка, молодой батюшка, молится очень, как бы, добросовестно за всех покойников. Не просто там, знаете, там, тарабара, тарабара, и непонятно услышали, они имя покойника не услышали, я там, как бы, проговаривал имена, и бабушкам очень нравилось все это. И мне нравилось, я приходил домой, как бы, изможденным, но думаю, ну, я помог кому-то там в аду сегодня сто процентов. Я не понимал, что я помогаю только лишь дьяволу, и его бесом облегчаю работу. Но, и так было в моей жизни до 96-го года. Кстати, что меня побудило задуматься еще, вот сами вот эти практики зубокойных молитв, они, знаете ли, они, многие священников, я считаю, заставляют задуматься. Вот эти перегибы всевозможные особенно, ну, к примеру, в Рязанской области был случай на одном из моих приходов. Как раз новый приход, надо было его возрождать, заброшенный храм, превращенный в какой-то сарай, буквально там, хранилище какое-то, значит, там, знаете ли, там, всякого мусора, навалом было, чуть под купол самый, выгребать надо было все это, много машин мусора вывозить, значит, там, и возобновлять служение. Хорошо, все нормально, но это село было, и ближайшие села, когда-то великого, большого колхоза были просто уже опущены и разорены, там, значит, там, и им не платили, там, год, два, три, не помню, сколько там зарплат никаких, лишь они за галочки работали, труды дни какие-то там, и все. И вдруг, значит, им выдача зарплаты засветила бартером со спиртзавода. Трехлитровые банки спирта, закатанные, знаете, как хозяйки закручивают, там, значит, закатывают соленья, всякие варенья, а это спирт был, значит, закатанный в трехлитровой банке. И в каждом ящике было по четыре банки, я помню, значит, и много этих ящиков выгружали машины, привозили их туда, в колхоз, и выдавали зарплату. Выдавали за какие-то, там, дальние годы, вначале начали выдавать, вот, по несколько ящиков, но понимаете, что началось? Началось такое свето представление, что это моя работа после выдачи зарплаты этой, где-то в ближайших пару месяцев я занимался только лишь отпеваниями. Редко, когда был один гроб, в те дни у меня, с этого совхоза, колхоза, значит, обычно два, даже бывало и три гроба, бывало и наибольше, но это редкие были случаи. Вот, и мужики вымирали, как мухи вообще. Но самый первый случай был просто уникальный. Это прямо, знаете, как какое-то знамение было. Значит, погиб один, ну их два погибло вообще, человека сразу, но хранили их порознь, так получилось. Значит, они оба захлебнулись в своей плевотине. Эти мужики нажались до того, что, здоровые мужики, тот мужик, о котором я рассказываю, он был почти два метра ростом. Здоровяк такой, тракторист там, значит, там все, ну, силище немерено в нем. Нажался до того, что он не мог перевернуться. Изблевать, извиняюсь, извиняюсь на все это. Он захлебнулся. Но страшно даже не то, что было перед тем, буквально за пару дней до его смерти, как раз когда выдавалась эта вот зарплата, вот этими банками со спиртом. Это 92-й год был, по-моему. Да, по-моему, 92-й год. Или третий уже. Второй, по-моему, был год. Значит, и что, значит, произошло? Накануне, вот как раз в день выдачи зарплаты, перед тем, как выдавали, он стал вместо того, не всего, хулить Бога. Матом ругаться на Бога, на церковь. Ему мужики там уже говорили, уже, слушай, замолчи, вот. Бога нет вообще, ты пойми. Его нет. Ты на кого ругаешься вообще? Его не существует. Его большинство мужиков убеждало, что Бога нет. А он, да пошел тут Бог туда, значит, и он такой, и прочее. Значит, как бы мужики стали его стыдить уже, другие, так затнись там, все, да, может чуть не драться с ним уже. Вот его, понимаете, они не понимали, что он одержимый. Они думали, это просто у него что-то, как переклинило его там, значит, как контузия какая-то. Я-то знал потом уже, что это была явная одержимость. И что произошло? Он был первым в списке, длинном списке этих покойников. Значит, ну вообще вот с того села именно, где было правление колхоза, я могу ошибиться сейчас, но больше половины мужиков исчезло после нескольких месяцев. То есть, ну, я могу быть не точным, но осталось, ну, может быть, треть, примерно, мужиков, ну, не пенсионного возраста. Значит, ну даже пенсионеры сгорали и умирали. Я разговаривал с врачом, который вскрывал некоторые тела эти, он рассказал, ну, я только в книгах по медицине такие практики видел. Мужиков вскрывали, а там все оплавлено. То есть, вначале разбавляли, а потом, не разбавляя, пили, пили, кишки, внутренности оплавлены. Это можно хоть, ну, как бы, их в музей сдавать, эти кишки, эти внутренности, как бы, ну, как экспонаты. Просто невероятно, как люди сгорали. Вот, молодежь погибала вообще за глупости, просто там, ну, им голову срезало, значит, они там на скорости носились пьяные, значит, по селу, значит, по тар-тара попадали, переворачивались комбайны. То есть, ну, такое все творило, что, знаете, как будто апокалипс начался в селе просто. И в других селах было, может, получше чуть, но близлежащих, этого колхоза огромного, но была примерно та же самая история. Спасло колхоз лишь от полного разгрома то, что, значит, хватило ума не выдавать больше зарплату, значит, то, что выдали, это выжили, выпили, значит, а остальное не выдали. О, в принципе, выдавать было уже мало кому, значит, остальное. И, так вот, я жил среди этого апокалипсиса, но тот мужик, который, значит, вот, захлебнулся, богохульник, который захлебнулся в Себлевосине, оказывается, он православный, родственники там, его долго езжали, там, значит, где-то в морге, что-то там привезли его, и он был похоронен отдельно просто. Так вот, и родственники привезли там даже справку с епархией, чтобы на всякий случай что-то для патча, что-то отбивал его, для меня, думаешь. И, знаете ли, он был православным, этот мужик, оказывается, он был два раза в церкви в жизни своей. Первый раз еще был без сознания, его крестили младенцем, второй раз в жизни он был уже без сознания. Кто был еще без сознания, кто был уже без сознания, уже телом был лишь в храме. И я его отпевал, читал ему молитву, что я читал над всеми остальными людьми, но вот этот случай он мне запал как-то в сердце. Заставил задуматься о многих вещах, потом уже. Знаете ли, потому что я чувствовал себя просто, ну, вообще, ну, хуже некуда. Я отпевал его, читал ему записку над его телом, что я там священник такой-то там властью мне данный, прощаю такого-то, такого-то от всех грехов его освобождаю, который он совершил словом, делом или помышлением, вольным или невольным, ведением или неведением. И даже вместо писания там в этом тексте молитвы значилось, что что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. Так что харизматы отдыхают вообще. Даже самые ультра-радикалы, харизматы, они додумались до таких вот просто ужасных, крайних вещей. И я читал это все, там был отрубной купон, как полагалось, такой, значит, он ложился на лоб. Венец победителя означает. Кого он победил, что он победил, так и непонятно было. Но лежал на нем венец победителя, бумажный. Вообще кошмар. И, значит, ему в руку положили крестик, свечку и эту записочку, которую я прочитал перед ним, значит, над ним. И все. Знаете, когда я пришел домой, мне одно только было желание. Просто забыться, напиться и забыться самому. Потому что куда мозги спрятать вообще? С точки зрения моей деноминации все было правильно. С точки зрения моей епархии все было правильно. Я совершил то, что должен был совершить, я священник. Но внутри я понимал, здесь что-то не так вообще. Это, знаете, просто какая-то пародия. Человек-богохульник, умерший вот такой смертью, значит, первым в этом селе, да, и вот так вот похоронить. Потом других тоже хоронил. Ну, было много других случаев. Я понимал, что здесь что-то не так. Но мне было очень страшно признаться в том, что что-то не так вообще в моей деноминации, в моей церкви. И только лишь в 96-м году, как бы, признался я перед Богом и читая Библию, изучая Божье Слово, истинно Слово Божие меня стало освобождать. И я понял кое-что тогда, в 96-м году, что во многих вещах, в которых я думал, что я служил Богу, я служил дьяволу. Не понимая того до конца, я догадывался, где-то догадывался. Иногда пробивали какие-то здоровые мысли меня. Но я их отгонял, как от лукавого какие-то мысли, как искушение какое-то. Не могла же моя деноминация заблуждаться. Мы самые правильные вообще. Это там мышные сектанты, какие-то небаптисты, знаете ли, без году недели. Мы уже двухтысячелетние уже, мы древнейшие, поэтому не могли мы заблуждаться вообще. Оказалось, еще как могли заблуждаться и заблуждались. Так вот, господа, и о молитве еще раз скажу за упокой, что вот эта обедня за упокоя и сорока уст за упокой, они меня держали на привязи какое-то время, еще традиционным священникам. Но эта же практика, эта же традиция, она давала тоже сбои. Когда служил в соборе, там много священников и много народа, и как бы, ну в городе там совсем по-другому все. Там как-то, ну дружно, весело, ну и мне нравилось. Но когда я уже был настоятелем храма, моя мечта сбылась, я настоятель храма, я священник первый в храме, но я знал людей, которые приходили ко мне. Я послушивал некоторые месяцы их исповеди и невольно напрашивались такие мысли. А не связано ли вот то, что эти бабушки как раз самые религиозные исповедовались у меня. Регулярно исповедовались. Что не связано ли то, что они постоянно поминают, постоянно сорока уст эти совершают, а им покойники все являются и являются. А у них практика религиозная, оккультная, все больше и больше. Я думал, одна из бабушек жаловалась мне, не одна конечно, но особенно один случай зацепил меня. Она жаловалась, что так вот, значит, к ней покойники являются, душит ее один покойник. Думаю, ну наверное сумасшедшая. Первая мысль была такая. Потом, значит, выясняется, что она здоровая женщина, просто реально к ней приходит. И она даже снимала платок, открывала и показывала следы на шее. Потом я был у нее дома, да, но дома так, знаете, как бы так вот жутковато, честно говоря. Вот как будто бы, значит, ну реально полтергейст какой-то там присутствует просто. Я батюшка, но тоже немного как бы испугался. И вот, что было дальше? Я стал наблюдать немного за тем, что, а не связано ли это между собой? Еще как связано, оказывается. Буквально как в том анекдоте, да, когда бабушка спрашивает батюшка, что делать? Вот кажется, крестись, матушка. Да крещусь, еще больше кажется. Знаете ли, дальше влезли партизаны. Что делать вообще? И слава Богу, что когда через Библию, через Слово Божье я стал пересматривать историю христианства, я увидел. Надо же, думаю, вот это да. Оказывается, пять столетий первых христиане не знали ничего подобного. Оказывается, пришло через какой-то странный случай, более чем странный случай, зомби в бане с батюшкой встретились. Мне-то напомнило старый анекдот еще школьный. Когда, ну любили в школах тоже анекдоты такие страшные рассказывать. Когда там мужик в полночь с работы идет через кладбище, видит, значит, у могилки сидит мужичок другой и, значит, оградку красит. Он говорит, мужчина, а вы что, покойников не боитесь? А чего нас бояться, говорит. Думаю, да. Ну, то, как бы, школьный анекдот, значит, там, как бы, а здесь доктрина церкви строится примерно на таком же уровне вообще. Разве можно строить доктрину учения церкви, практику церкви на подобных вот таких вот вымыслах, на подобных фальсификациях? Нельзя, конечно. Друзья мои, и сегодня я очень хочу, чтобы многие христиане, миллионы христиан, православных, католических, протестантских, любых христиан, чтобы ходили в свободе Божьей. Я и сам дорожу свободой теперь. Я хочу пребывать в этой свободе, которую Христос подарил мне. И хочу этой свободой делиться теперь с другими людьми, потому что я знаю, что на самом-то деле люди, которые молятся за упокой и живут этой молитвой, они не свободны и они страдают. И почему страдания их очень большие? Потому что человек, попав в эту западню, он не может, как бы, увериться в библейской, именно, вере в спасение. Он не может осознать библейский путь спасения, который через веру в Иисуса Христа, который очень реально простой, понятный любому гражданину. Но чем больше человек опьянен этой религией, тем сложнее ему понять простые вещи. Да, доходят до просто такого, знаете, религиозного маразма. Когда с некоторыми священниками общаешься и спрашиваешь о спасении, как спастись, чаще всего и семинаристы, и не только семинаристы, но уже и священники говорят так, что вот умрем, там Бог сам рассудит нас. Куда, кого, что заработали, то и получим. Обычный стандартный ответ, ну, процентов 95, наверное, всех священников, кого я знал в своей практике. И семинаристов, мы потом расстались, после Загорска я многих не видел вообще даже, но они священниками где-то служат. Заканчивая семинарию уже как раз, я в 88-м подавался документы и общался как раз с теми, кто уже заканчивал семинарию. Большинство из них вот так же размышляло. А я как раз купил книгу, в Ленинград ездил, а купил книгу, называется «Православное учение спасения». Как раз по сатериологии, учение спасения, учебник православный семинарский. И, знаете ли, и вот такие рассуждения у этих, без пяти минут священников тогда были. Вот что заработали, то и получим. А я читал этот учебник, вначале, я его, кстати, я его первым прочитал, да, я первым прочитал его из всех остальных учебников и рекомендованных книг. Почему? Мне было, потому что это было очень интересно. Как раз именно сам учебник назывался «Православное учение спасения». Самая суть, самая суть важная. И, знаете ли, перед тем, как я читал этот учебник, я же Библию уже больше или меньше узнал, вникал, читал. И я как бы по умолчанию, в моем разуме была такая опция «Спасен». Потому что Христос умер за меня. Мне как бы было это понятно, и как бы сомнений у меня не возникало особенно. Но, знаете ли, вдруг после чтения этой книги опции мои изменились. Какой-то злой хакер влез в мои мозги. Такое ощущение. Вообще-то там такая бракота, там столько окон стало открываться, что вообще в моей голове каша получилась настоящая. Как будто не на те сайты залезли вообще. Знаете, как получил там как-то в Америке, там еще где-то был я, получал письма. Когда со своего компьютера заходишь, там у меня всякие эти вот есть программки, братья поставили, которые защищают от всяких неправильных вещей. А здесь, когда у чужих людей, допустим, берешь компьютер, а у них не у всех есть такие защиты. И мне приходят письма, там, посмотри, там твои фотографии, там используются где-то там не по назначению, там компромат какой-то, что-то еще. Я думаю, ничего, ну зайду-ка я. Я знал, там пару таких моментов было, реальных. Мои фотографии, там, и писали гадости такие, с таким фотошопом таким жестким. Кстати, один из тех людей, что занимался такими гадостями, он умер прямо на клавиатуре, прямо у компьютера. Тром поторвался. Я узнал эту историю потом. Он был православный, просто решил пакостить. Вот Журавлев, там, сектант, там, еретик, отступник. И стал, он хорошо фотошопер работал, значит, был таким хакером, работал на епархию, взламывал сайтыки, ему говорили. Вот еще много было, про это охота еще тот был. Но православный сочетал доску. И, значит, и меня он не взлюбил, я ему ничего не сделал. Дорога не перешла ему никак. Просто вот идеи на меня не взлюбил. И стал такие гадости, такие, значит, делался вообще. Ну, конечно, вроде бы и смех, но как бы и не до смеха, потому что, как бы, я-то понимаю, это просто, ну, как бы, подстава. Но не всем же объяснишь ведь, знаете ли, а будешь доказывать, скажешь, точно, дыма без огня не бывает. Расад, правда, значит, виноват, значит, бежит, значит, виноват. И, ну, ладно, и я открываю, раз, письмо, там окно, порнушка, что-то еще пошло. И окна, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, закрываешь, их еще больше открывается вообще. Там такое началось. И вот я потом уже анализировал, в мозгах, вот, духовно, это есть нечто подобное. Не то, что-то, да, заглотнул учение какое-то, да, не ту дактрину, да, и поверил. Там столько, знаете, вот столько много всего идет потом, не разгребешь никогда. Пока Библия не придет, как антивирус такой, знаете ли, как защитная программа такая, Божье Слово. Поэтому, если тебе в этом мире столько учений, если какое-нибудь не то учение принимаешь, будь осторожен. Ставь такие фильтры, такие, там, не Касперские, не что-то еще. Доктор Иисус. Доктор Иисус. Аминь. Да. И Библия, доктор Библия. Вот, значит, и если слышишь то, что противоречит Библии, да, Божьему Слову, держи уши на макушке. Будь осторожен, потому что, если проглотишь наживку, там у врага столько много всего за архиефиром, запаковано, что только держись вообще. Вот это да. Один компьютер у нас в церкви тоже там взломали, просто реально взломали, и там столько всего туда поналетело за короткий промежуток времени. Память забита под завязку вообще. Вот это да. Только дай повод. Кстати, в Грузии был, у нас там церковь есть небольшая, в Руставе, там наш священник трудится, я его полагал, отец Зура Газарешвили. Он, значит, и дьякон, наш помощник в Реваз. Небольшая община, и я у них бывал в гостях. И, значит, этот Реваз, он наполовину Свани. То есть, есть такой регион, в Грузии, Сванетия, Воскогорный регион. Знаете, как показывают, там такие шапочки, такие вот такие вот у них. Очень интересный народ с кинжалами. И шуток не понимают, серьезно. Я думал, они кино такие, они в жизни такие, на самом деле. Там проповедуешь, надо очень осторожно говорить, с примерами. Знаете ли, и... Как в ресторане, да? Дальше, пожалуйста, холодненькое и остренькое. Кинжал хочешь? Так вот, и там, значит, у них в селе ряде случаев был, ставший анекдотом на всю Грузию. Значит, один Свани, с этой Сванетии, с села, приехал в Кбилиси, в столицу. И решил купить компьютер. Первым в селе привез к себе, в село компьютер. Собрались там родственники, значит, как бы, ну, посмотреть, что это за штука такая. Вот, и удивились родственники, знакомые там, ну, там все знакомые друг к другу. И все село родня, в принципе. Значит, что значит, что весь компьютер обложен чесноком. Очень серьезно. И вас спрашивают, а почему чесноком? И мог отца объяснить, говорит, в Грузии, что там вирусы бывают. И он, чтобы вирусов не было, обложил всю чесноком, весь компьютер, короче. Это такая антивирусная программа доктора Свани. Да, я думал, это просто шутка, как-то на самом деле был такой случай, реальный случай. Меня называли даже человека, который именно все это сделал. Да, вот такая история. Но, опять-таки, от нечистой силы... Какое оружие можем придумать мы, да? Крест, да? Чеснок, серебряные пули, святая вода, осиновый колышек для особо строптивых, да? Радикальное такое средство. Но все, что хорошо для фильмов ужасов, все, что хорошо, значит, для Ван Хелсинга, все, что хорошо, значит, для, значит, ну, для чего еще там... Для жития святых, для реальной жизни, нехорошо. Реальная жизнь, говорит нам Библия, раскрывает нам реалии жизни. А реальная жизнь не в том, что только лишь Иисус Христос. Ни в ком он мне спасен. Он сказал, именем моим будут бесов изгонять. Кстати, во имя Иисуса, по-еврейски звучит как Бешем Иишуа. Бешем, это не просто Бешем, это не просто Бешем, это во имя, да? С именем на устах. А означает, что я в имени, а он во мне. Слава Иисусу Христу. Пусть Господь благословит Бешем Иишуа Гамашиах. Во имя Иисуса Христа. Амин.